Приветствую всех зрителей канала РГВК Дагестан, в эфире проект Гляньте. Для вас сегодня работают Малика Куниева и Мадина Пахрудинова. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня фэшн-дизайнер и педагог Зайнап Мамаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Зайнап, нам с Мадиной очень интересно, кто вы на самом деле больше, фэшн-дизайнер или педагог? Ну, скорее всего, на сегодняшний день все-таки педагог, потому что дни моего фэшн-творчества уже закончились, наверное. Я немножко перешла больше в педагогику и в это все ушла как-то с головой последние годы. Я понимаю, что большинство девушек, да, когда им покупают первую куклу родители, да, и они уже начинают их примерять, и бантики как бы... Всем из детства, отчасти дизайнеры. Да, дизайнеры, да. И вот в детстве, да, вот желание появилось быть. Или же все-таки по совету родителей, или же вот уже как-то вот более с возрастом... Какие ситуации, может быть, в жизни повлияли на вашу любовь? Насчет родителей могу сразу категорично ответить, что они были против. Всегда были против. Мне кажется, это самая затратная профессия, Аналика. Вот как ты считаешь? Мне кажется, каждый сам определяет степень затратности. Затратно, смотря чем конкретно вы занимаетесь. Может быть, вы будете свободным художником где-то у себя на чердаке. К своей работе, тем, чем я занимаюсь на сегодняшний день, я не пришла с какими-то огромными вложениями. Это все было постепенно, все это растягивалось в течение почти 10 лет. Почему фэйшн-дизайнер? Почему не просто дизайнер одежды, а дизайнер, попросите маму, не дизайнер, а модельер, в конце концов? Возможно, это все термины говорят об одном. Мы, может быть, даже и не знаем. Я думаю, что это дань моде, возможно. Сам популярный фэш-сэк, как говорится. На самом деле, это очень громкое слово. Прежде чем стать дизайнером, наверное, я должна изобрести корсет или колготки. Я пока что таких изобретений не сделала и не могу назвать себя дизайнером. Подожди, Марика. Мне кажется, она взяла и просто обрубила будущее всех девчонок. Почему? Объясню. Потому что практически все изобретено. Правильно же? Ну да, колесо уже изобрели, да, по идее. Возможно, у нее другой контекст того, что она хотела сказать. Мы сейчас, наверное, ее дослушаем. В чем-то вы правы, да. Скорее всего, да. Все уже изобретено, но... И все обречены уже не были? Нет, нет. Просто мода, она настолько пластична, она меняется постоянно. Если 20 лет назад были... Вообще 20 лет назад, даже 30 лет назад уже началась вот эта вот подиумная эпоха. На сегодняшний день, последние пару лет все это как-то уходит на нет. На сегодняшний день как бы очень популярна быстрая мода. Я всегда говорю и работникам своим, и ученикам своим, сегодняшний главный как бы наш ориентир – это быстрая мода. Что такое? Вот хочется, да, поподробнее. Быстрая мода – это вещи. На сегодняшний день мы очень часто меняем одежду. То есть мы не носим, как наша мама, пальто под... Весьма часто. ...несколько сезонов. Мы, многие из нас, могут позволить себе несколько пальто в один сезон приобрести. Это уже не то, что носили наши мамы. С чем это связано, Зайна? Почему такая динамика? Динамика. Я не могу сказать, с чем это связано. Я не могу ответ точно дать. Быстрая мода в контексте моей работы – это упрощение технологий пошива. Мы максимально стараемся упростить пошив. Допустим, раньше пальто мы шили в 10 этапов, сейчас мы их шьем в 3 этапа, в 5 этапов. То есть многие моменты мы как бы нивелируем, избавляемся. То есть некие инновации ввели, как бы, да, в моду и в... Да, да. Даже те же клеевые какие-то материалы. Те, кто шьет, знают, что это такое. Сейчас они совсем другие. В принципе, работа стала более проще, подход легче. Да, все ускорилось, и клиент тоже требует больше обновлений. Ну, элементарно возьмем какие-то громкие имена, да, в моде. Там, Шанель, то, что знают все. Если раньше они выпускали 2 коллекции в год, то на сегодняшний день у них по 6, а то и по 8 коллекций в год. Какие-то коллаборации, какие-то тематические коллекции городам они посвящают или чему-то еще. Мне кажется, это еще диктует именно востребованность моды в народе и избирательность клиента, взыскательность. То есть они настолько стали взыскательны, что и сами кутюрье, скажем, дизайнеры должны успевать. Малик, а мне кажется, они не отличаются сильно друг от друга, эти коллекции определенного дизайнера. То же самое, Шанель, если взять. Мне кажется, они просто вот немножечко могут повернуть это лекало и все. А в целом они одинаковые. Они делают одно и то же. Они же не могут, вот выходят в моду, да, мы в прошлой программе говорили с девушкой. У них есть, да, свой стиль, мне кажется, которого они определенно придерживаются. В корне, наверное, не меняется ничего, да, в корне прям. Нет, в корне у них есть свой брендовый стиль. Брендовый, какой-то концепт. Концепт, там, РМС выпускают сапоги, Фарагамо выпускают, там, какую-то другую обувь. У Шанель твидовые жакеты. Вот, это концепт, да, это основа. Концепт, это, конечно, вещь железная, которую никто никогда не отменял. И не должна она меняться, да? Да, безусловно, конечно. Но все остальное уже, конечно, идет одинаково, потому что мода, она... Вообще, как зарождается мода? Есть такая версия, что вообще она создается путем каких-то математических сложных вычислений. Вот. Это касаемо лекал? Да, да, это касаемо лекал. Капульции, да? Да, это касаемо лекал. Мода циклично, мода повторяется. Последние годы она повторяется, она и меняется очень быстро. То есть не так, как раньше, по 10 лет. Сейчас она меняется каждые полгода. А то, что вы говорите, вот то, что дизайнеры повторяются, на самом деле они не копируют друг друга. Вы можете увидеть абсолютно две одинаковые вещи, там, у Гуччи и у Диор, но они не зная этого делают, потому что это все происходит на чувствах. Все, что мы делаем, все, что мы творим... Самое ощущение, да. ...двум гением отновременно. Почему бы нет, конечно. Зайна, вот я, например, считаю, что когда ты смотришь очередной показ, можно спокойно, если ты человек насмотренный, то ты можешь одним глазом определить, чей этот показ идет. Дизайнера можно определить легко. Я думаю, что должен быть ярко читаемый почерк, который определяет его из всей общей массы. Да, у кого-то есть такой конек, как декор, у кого-то конек в крое. В основном мужчины, они асы в крое, женщины больше декор. Женщины сильны в живописи, мужчины сильны в архитектуре. Конечно, у мужчин всегда лучше крой, интереснее крой, у них всегда фишка на крой идет. У женщин все-таки больше на декор. Мишура. Да, декор. То есть мы говорим о том, что все изобрели, у каждого своя красная линия уже существует, и нам уже нечего придумывать. Ни я, ни Малико в ближайшие 5-50 лет мы никогда не станем дизайнером. То есть мы вообще должны забыть думать про это слово, потому что мы ничего не придумаем. Потому что уже все есть, правильно же, да? Ну а как же быть с людьми, которые называют себя дизайнером? Я опять-таки повторюсь, что дизайнер – это очень громкое слово. И мало кого я могу назвать дизайнером. Как это можно охарактеризовать? Скажите. Дизайнер – это человек, который фонтанирует, который в минуту выдает по 10 идей, который из какого-то мусора может сделать гениальную идею. Да, это генератор идей. 10, может быть, 5. Не тянешь, когда дизайнер, а еще чуть-чуть. Дизайнер – это точно не тот человек, который будет держаться зубами за какую-то идею, доставать ее из мусорного ведра, как мои ученики часто делают. Какие-то работы их я выкидываю, они достают оттуда, начинают. Не должно быть такого. Дизайнер должен фонтанировать идеями. У него должно быть 20 идей, 30 идей, 40. И из этих 40 он выберет одну какую-то. Знаешь, Марика, мне кажется, идеями даже недостаточно. Мне кажется, нужно знать азы моды самой, азы живописи, рисунка всего, чтобы, по крайней мере, какие-то у тебя вот эти толчки были. Потому что… Ну, я думаю, что и задатки должны быть. Начнем с того, что с самого начала в человеке должно быть заложено. Есть чувства, которые развиваются. Есть, либо они есть, либо их нет. Абсолютное чувство вкуса, стиля, пропорции должны быть обязательны. Согласна, да. Систематизированность плюс природный дар – это уже неминуемый успех. Есть специалисты, которых я могу назвать технари, техник. То есть научился. А, ну, что их не нужно называть? Технар – это немножко другой человек. Дизайнер, ну, мы вас изначально в программе представили как фэйшн-дизайнер. А что дизайнер и фэйшн-дизайнер – это две разные определения? Ну, фэйшн-дизайнер – это подраздел дизайнеров. Человек, который знает о моде и все, и даже больше. Милина Хромченко. Не то, что знает, скорее работает в этом направлении. Стилистика, да. Почему нет? У меня вопрос. А нужно учиться, чтобы стать дизайнером? Конечно. Железно, безусловно. Какие, кстати, школы бы вы посоветовали? Возможно, наши телезрители, у нас наверняка аудитория большая, именно молодых девушек, которым интересно это все направление. Что бы вы посоветовали? В первую очередь нужно понять, чего вы хотите от этой жизни. Пока вы железно не будете знать, чего вы хотите в итоге, вы, да, вы можете распыляться, учиться там, тут. Это неплохо. Но все-таки нужно знать, чего вы хотите в итоге. Когда ко мне приходят ученики, я всегда задаю им первый вопрос. Что вы хотите в итоге получить? Я слышу разные ответы, там, магазин одежды, фэшн-бренд, хочу просто для себя. Нужно просто понять, чего вы хотите в итоге. А потом уже я начинаю... Вы сразу так приземляете, да, девушка так приходит поучиться? Просто немножко испортили вот это слово «дизайнер». Согласна. Это на самом деле все это очень сложно. Знаешь, Малик, мне кажется, или вот нашего гостя вот прям характер, да, такой чувствуется, стержень. Стержень, да, абсолютно. Что я вот, я уже так, мне хочется с такой, знаешь, вот прям с автоматом идти и задавать вопрос. Нам с вами очень увлекательно разговаривать, что мы даже забыли первоначально свой вопрос. Как вы пришли к этому? Никак. Я родилась с этим. Иногда я думаю так. Нет, вы говорили, что ваши родители боролись с вами, то есть были категоричны, чтобы вы поступали в художественное училище. Нет, они не хотели, чтобы я, да, они не хотели, чтобы я поступала в художественное училище. Они хотели другое образование, другое училище. Юриста, дугалка? Нет, абсолютно не важно. Медика, юриста, экономиста, филолога. Ну как вы отстояли? Вот хотя бы почему я спрашиваю? Наш человек со стержнем, там даже отстаивать не надо, она сказала, я решила, и все. Да, я очень упрямая и решительная. Если я решила, то мое решение как бы не подойдет. Когда начались первые шаги, Зина, ваши? Скажем, такие вы прям... По-моему, еще до того, как я начала разговаривать. Я помню мои самые первые детские воспоминания, мои первые шаги с куклами, с снарядами. Ну, как мы и говорили, собственно говоря. Кто-то это развивает, а кто-то просто забывает про это, и все. Но чтобы преподавать, нужно саму знать, правильно же? Вот как вы считаете, сколько лет нужно проучиться? Или можно даже не учиться? Так, почитать в интернете, в глянцевых журналах, искать, детки, садитесь. У нас сегодня тема пестрые юбочки. Сколько лет нужно проучиться для того, чтобы стать педагогом? Дизайнером. Дизайнером? Да. Вот прям в таком прямом смысле. Я не могу ответить на этот вопрос, нужно учиться всю жизнь. Я до сих пор учусь. То есть это основное образование, плюс образно курсы повышения? Курсы повышения, недели моды, пастер-классы, общение. Я немножко поняла, в принципе, контекст твоего вопроса, Мадима. Я считаю, она задала вопрос, учитывая, что это должны быть курсы, либо это должно быть высшее образование. Изначально? Да, да. Изначально, конечно, я за академическое образование. А вы не хотите перерасти из пыши дизайнера в дизайнера? Ну, наверняка. Я, знаете, чтобы вы сейчас нам не говорили, я больше уверена, Малика, что она, засыпая каждый день, думает, когда-нибудь я открою свой дом мод, и я обязательно что-нибудь придумаю. Нет, это не цена. Она отошла от этого, не знаю, мое видение. Я больше в бизнесе на сегодняшний день. Это потому что доходно? Нет, я вот это вот все мишура, это, скорее всего, то, о чем вы говорите. Модный бренд, громкое имя, это все какая-то что-то... Не то, что не аристично. Это не цель. Это не есть цель. Это приходит само собой. Если ты как бы сильный, достойный человек, это само собой придет. Но нельзя ставить это целью. Вообще у вас есть свободное время? Его гугов бывает свободное? Практически нет. А студенты, вот как они вас слушают? Они же приходят, они же в надежде, что я получу сегодня базу знаний, и завтра я стану дизайнером. Если для вас это легло на дно, то для ваших студентов они еще... Вы, наверное, подробно объясняете, что дизайнер – это громкое слово, да? Да. А они все равно наверняка вас не слушают, потому что они слышат только свой внутренний голос, и думают, что все равно я стану дизайнером. Они поймут все это потом. Не сегодня, так потом. Они вспомнят меня через пять лет. Они поймут, что я была права. Анализируя всех своих студентов, Зайна, хочется узнать, насколько все движимы. Движимы ли все творческим началом, либо больше материальный аспект. Вы говорите о Дагестане. В основе желания стать дизайнером, да, я именно про Дагестан, да. Это уже зависит от возраста. Это уже зависит от возраста. Больше идет, знаете, от родителей финансовый какой-то аспект, от девочек вот это вот розовые сказки о громких именах и каких-то изобретениях, фэшн-изобретениях. С какого возраста? Девочки есть и совсем школьницы. Есть и взрослые женщины. Есть и 47, есть и 50 лет были ученицы. Да, это так, интересно. А для чего? Для души. Я тоже думаю, что это состояние души, и каждый может определить себя в любом возрасте. 18, 20, 40, 50. Они абсолютно осознанно приходят к этому. И они знают, чего хотят, мне легко с ними работать. Мне не приходится много разговаривать. Они знают, чего хочу я, и чего хотят они. Такая градация, да, возраста. Если честно, Малико согласна, потому что в 50 лет мне хочется где-нибудь на опушке леса иметь маленький крохотный домик с видом на маленькое озеро, поставить этот мольберт, в общем, это полотно, и начать рисовать природу. Но до этого нужно научиться рисовать, правильно? И поэтому для души посещать курсы рисования. Знаем, вы все-таки же фэйшн-дизайнер, правильно же? Да. И наверняка вы следите за модой. Расскажите нам с Маликой, чтобы мы были в курсе всего, что происходит. Что сейчас модно носить? Начнем с того, что не всегда я слежу за модой. Я имею такую возможность в силу моей занятости следить за ней только, когда я попадаю на какие-то выставки, на неделю моды. Но, опять-таки, как истинный дизайнер, по ощущениям я все-таки знаю, что сейчас модно. Многие вещи я не могу объяснить. У меня проходит примерка, я как-то на ощущениях, вот поменять это, это, это. Что-то просто невозможно объяснить, сформулировать. Но что сейчас на пике, что сейчас топовое-то? Какие-то тотал луки. Что такое тотал лук? Что такое тотал лук? Тотал лук – это, грубо говоря, одеться с ног до головы в один цвет. Эта динамика, кстати, прослеживается и в моей профессии. Монохромный макияж. Тотал ред, красный цвет. Тотал кэмл, тотал деним. Нет, что красный, я поняла. А кэмл – это что? Кэмл – это цвет. Этот цвет – это верблюжий. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Рожевая, рыжая, желтая. Да, классический цвет Максмара. Как вы думаете, сколько эти оттенки еще пора будут у нас в мете? До декабря. Максимум? Да, настолько все быстро. Я спрашиваю, учитывая, что наша программа уже в ноябре выходит, до декабря рукой подать. Так что уже будет модно в следующем? Это быстрая мода. У меня вопрос. Зайна, вот какие дизайнеры вдохновляют вас? Чьи коллекции вот прям вот сводят вас с ума? Ой, это сложный вопрос. Сложный, я знаю. У меня нет кумиров. Вообще. Ну, наверное, везде по чуть-чуть, правда? Да. Это гениальный ответ всех творческих людей. Невозможно любить. Раньше – да. Мне кажется, что… Это немножко ребяческое. Я говорю по-другому. Чьи коллекции импонируют? Несколько кто-то должен являться кумиром, да, просто для нее? Чей стиль, подача? Мне нравятся, честно говоря, какие-то… Мне нравится минимализм. Мне нравится, когда красиво по цвету, Антонио Марос. Мне нравится кинзо по цвету. Там цвета много. По конструкции, если там цвета много, и он грамотно использовал, что я хочу заметить. По конструкции много кто нравится. Сейчас очень много крутых каких-то вещей. Мне кажется, сейчас… А какой стиль предпочитаете вы сами в жизни для себя? Я вообще не задумывалась даже об этом. То есть состояние души опять-таки, наверное, да? Я вообще… Я люблю все простое. Минимализм. Да. Алика, ну ты, прям, я удивила сейчас знаниями о кинзо. Я, например, сколько смотрю фэшн-канал. Я же люблю, мне же интересно. Я же тоже люблю, но я… Я прямо же растерялась. Приятно растерялась. Продолжим нашу беседу буквально через несколько минут. Приход осени всегда знаменует начало мировых недель мод. В нашей стране пока стартовал 21 октября на Монежной площади в Москве. Лучшие дизайнеры страны СНГ всю неделю демонстрировали свои выдающиеся коллекции, посвященные сезону весна-лето 2018. Сегодня в проекте «Глянец» мы расскажем, как проходило это грандиозное событие. I'm so ready to go, so ready to go. Girl, do you speak body language? That's all I need to know. That's all I need to go. If I catch a plane to go and see them, girl. Первый день осенне-зимней коллекции представили дизайнеры Вадим Мерлис, Юлия Николаева, Александр Рогов. Кульминацией показа, впрочем, как и всегда, стал Вячеслав Зайцев. Его изумительные наряды из года в год только украшают это масштабное фэшн-событие. Все же главным событием стал показ Беллы Потемкиной, звездой которого была Ольга Бузова. В коллекции были представлены бархат, звездные цветочные принты, укороченные сапоги-чулки и ярко-красный цвет. Mercedes-Benz Fashion Week Russia – рай для блогеров и московских модниц. Несмотря на прохладную погоду, многие из них, участвуя в проекте Street Style, проводили не один час под открытым небом на Манежной площади ради пары удачных кадров. Неделя мода в центральном выставочном зале «Манеж» завершилась показом Игоря Гуляева под названием «Немое кино». Моделеры, принявшие участие в неделе мода, попытались объединить в своем творчестве элементы традиционных художественных промыслов и современные образы, а также попробовали себя в создании коллекций для промышленного производства. Самые добрые и теплые пожелания в адрес наших телезрителей. Не надо гоняться за модой, надо гоняться, надо узнать свой собственный стиль, не менять его, оставаться с собой в первую очередь, это безусловно, поддерживать один стиль. Хочется выразить вам огромное благодарность, что вы нашли время и пришли к нам на передачу. Передача на самом деле получилась очень интересной. Я в свою очередь вам хочу пожелать сильных, талантливых, целеустремленных, благодарных и адекватных студентов. С таким же стержнем, как и у вас. Для вас сегодня работали Малика Клиниева и Мадина Пахкорбинова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»